Ты уже знаешь, что положить под ёлку, но не знаешь, как круто поздравить на Новый Год. Ну так будь креативным и напиши поздравление прямо на женской груди с помощью сервиса Титиграм. Посети сайт titigram.com, придумай забавный текст, оформи заказ и одна из моделей сервиса напишет твоё сообщение у себя на груди. А скидочный купон и ссылка в описании. Действуй! Ярмак решил забатлить на Версусе. Почему Дудь опубликовал скучное интервью с Федуком? Когда Бамблбизи вступит в лейбл Blackstar? После клипа Басты хочется плакать. В хорошем смысле. И откуда у группы Анаконда с оружием и наркотиками? И обо всём этом расскажет вам сегодня Игорь Рёмин. Побежья. И мы начинаем как можно быстрее. Поехали! Мне нужен мой хайп, а тут неспроста. Хоть и правда так режь, а глаза клянёшься мне потакать. Но лишь и свой страх, чтобы завтра не слезать с конца. А правда война, тут не время вино. Я просто членам у губ тебя сбивают с ног. И ты сильно въебался со всей своей правдой. Коли ты веришь ещё в искренний слов. Но мне наплевать, ты чудом деть, Вась. Ты фантастика, и зря ты по чьё власть. Старая школа танцует, отсюда Вась. А знаете же такого украинского рэп-игрока, как Ярмак? Он тут изъявил желание на Версу забатлить с Галатом. Точнее, хоть с кем-то, кого предложит ресторатор. Ресторатор, обращаюсь к тебе. Помнится, ты не раз приглашал меня в Питер приехать побатлить. Я готов к вам приехать. Насколько я помню, Галат два раза вызывал меня на батл. Давай, Галата, давай любого из ваших МС. Я приеду и докажу вам, что космос никогда не наёбывает. Выйди на связь, обсудим дату, месяц, и я приеду к вам в гости. И либо Ярмак не видел этого твита, либо ради хайпа он это смог проигнорировать. Но как ресторатор после таких высказываний будет смотреть ему в глаза, мы не понимаем. Кто не в курсе, организатор Версус обозлился на Ярмака после его псевдопадения в обморок на батле против Артёма Лойка. После третьего раунда мы узнаем решение наших судей и узнаем, кто одержит победу. Да уж, каких же масштабов достигли батлы. Сначала исполнитель говорил, что никогда не будет участвовать в подобных мероприятиях, потом забатлил с Лойком и снова просит, чтобы с ним связался человек, который его публично осгорбил. Посмотрим, что из этого выпадет. Да, мы узнаем решение наших судей. Юрий Дудь не перестает удивлять своими интервью, и на сей раз к нему пришел автар. Футбольщик, мальчики походят на качков, игра в ножички плавно переходит на улицу. Че сустулишься? Трапеция норм, отработал спарринг, ест протонул. Исполнитель Федук, который в свое время умудрился даже забатлить против Янгтрапы на Версусе. Что-то там бесит, ты не таи за спиной, не думай, что я хороший, если моя тема добро. Это добро крю, БРМ Москва, УП, ГВС террор. Панда, Банда, СТБ мой круг, так отсоси, малой, ты тысячу залог. Но про это Юрий не спросил. Это мы к тому, что все интервью прошло достаточно уныло, и моментами было даже неловко наблюдать за их диалогом. Я понимаю, что ты сейчас сказал, что ты о чем-то мечтаешь. Короче, Темникова сказала, что Серега Жуков, опять же, мой кумир детства, он сказал, что я хороший мелодист. Вот мне приятно с тобой встреча, мне впечатлил ты меня очень, Юр, понимаешь? Либо это Федук волнуется перед камерой и еще не опытен в формате интервью, либо Юрий Дудь расслабился и несерьезно подготовился. Ведь строить почти все вопросы вокруг того, что уже, наверное, всем известно, как минимум недальновидно. Ибо про песню «Розовое вино» и их конфликт с ЛД, пожалуй, не говорил только Немой. Прямо как про ампутацию рук Базук на всех телеканалах. Пять рэперов от руки Базуки. Триада, Каста, Мияги, Хомия. Ну вот, в основном вот это. Забавным сравнением было то, что Федук очень похож на Дрейка. И, пожалуй, на этом все. Поэтому на данное интервью не стоит тратить свое драгоценное время. И раз уж говорим об исполнителе, который взорвал этой осенью, то воспользуемся возможностью и пожелаем ему новых высот. Элю, поставь что-нибудь такое ностальгирующее. Бамблбизи, новый участник лейбла Blackstar. Пока ничего неизвестно. Но Фид с Мишей Маврином только и делает, что наталкивает на эти мысли. То, если не я, так же сильно полюбит тебя. И откроет весь этот мир только для тебя. И ладно бы, Бамбл просто записал совместный трек со исполнителем из Blackstar. Но тут и дело до клипа дошло, который идеально подходит под ТВ-формат. Что? И стоит ли вешать клеймо из-за лейбла? Ведь хуже Бамблбизи звучать уже не будет. Но даже тут видно, как ребята старались сделать максимально попсовенько. И поэтому любителям рэпщика даже с куплетом Антона Ватлина вряд ли зайдет подобное. Но ради расширения аудитории безусловно подойдет. Между двумя в один миг оказался весь мир. Они ходят по лезвию. Они друг для друга решение. Друг для друга последствия. Они не хотят видеть себя теми, кем и хочет видеть чей ты контроль. Ведь либо ты фигура для всех в своем деле, либо ты фигура на лишь чей ты ладони. Теперь тебя не переубеди. Твой бой, твой оператив. Дальше, больше. Каждый ход на коне, дай себя опередить. Васильева Куленко, он же Баста, в последнее время прямо ударился в душевно-семейные композиции. И на сей раз порадовал клипом «Папа» в ватсап. Добрейший видеоряд, где мы можем увидеть жену Василия с двумя дочками. Но со временем все это переливается в грусть, так как посыл заключается в том, что из-за работы, то бишь тура, он редко бывает дома. Наверное, те отцы, которые редко видят своих детей из-за работы, и вовсе пустили слезу. Как и их дети. Да и жены тоже. Папа в суете, далеко, но рядом. Папа на высоте. Папа по скайпу. Папа по фейстайму. Папа по жизни. Папа по стайлу. Папа скайп, папа фейстайм, папа ватсап. Папа в самолетах, папа в поездах. И мы с вами в разных часовых поясах. А хотите окунуться в бандитскую эпоху 80-х? Новый клип от группы «Анакондас» поможет вам это сделать. Я ненавижу черных, так же, как и белых. Тупо презираю твердолобы, как и мягкотелых. Тупо ненавижу мусульман, как и православных. Я консервативных взглядов. Я люблю динозавров. Только не нужно их искать за такие слова. Все в рамках образа и со смыслом. Ребят показали и наркотики, и перестрелки. И что можно, и что нельзя. При этом красиво умудрились связать посыл видеоработы с композицией, где мораль всей басни такова. Любой придаст свои моральные ценности при подходящей и выгодной возможности. Такие вот пироги, ребята. Да, исполнители идут своим путем, не поднимаясь на конфликтах и прочем, а просто делая хорошую музыку. Вижу зарабатывать, копить и тратить. Тиндер, Инстаграм, Джимейл, Вайбер, Твиттер и ВКонтакте. Дико ненавижу гробаный русский рок и наше радио. Я ненавижу этот трек, но мы продолжим играть его. А на этом все. Не забываем подписываться на наш новый Телеграм-канал. Паблик во ВКонтакте, Твиттер и Инстаграм. Там очень много всего интересного. Ух, сколько социальных сетей. И если подпишешься на все, то именно ты получишь возможность выиграть ценные призы. Но я не спешу раскрывать все карты. Просто подписывай сначала, а потом узнаешь условия игры. Игры. Ты ведь хочешь поиграть? Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!